Это новое утро на Азия Плюс. Просыпаемся! Наше чудесное философское утро продолжается, и вы знаете, друзья, многие сетуют на то, что 24 часа в сутках это слишком мало, и успеть все нереально. Однако, есть люди, которые раздвигают временные границы или попросту живут в иной временной системе координат, и в итоге успевают все и даже больше. Так вот, сегодня у нас в гостях именно такой человек. По образованию, по-первых, специалист общетехнических дисциплин и технического труда, спец в начертательной геометрии, как выяснилось, в столярном и токарном деле. При этом журналист, рок-н-ролльщик, тусовщик, писатель, фотограф, отличный семьянин и просто хороший человек. Знакомьтесь, Кайт. Доброе утро! Доброе утро, Даша, вот настолько многогранно меня еще никто не представлял никогда, и так вот... Ты даже, видимо, сам не ожидал этого. Какой ты многогранный человек! Да даже не знаю, как это реагировать. Ну, всем доброе утро! Ну, разве где-то в чем-то наврала? Ни в чем, абсолютно. Наоборот, даже забыла вот это, вот это и вот это. Истинная правда. Ну, обычно это выясняется потом, а тут сразу, за полминуты столько всего. Ну, смотрите, столько сфер сразу, Кайт. Я думаю, 9 утра, это значит для вас уже середина рабочего дня получается или нет? Это еще даже не начало рабочего дня. Сейчас я немножко в смещенном графике работаю, поэтому чаще по ночам. Да, он тусуется и преподает геометрию и технический труд по ночам. Геометрию и технический труд я преподавал в поза прошлой жизни. Все меняется, ребята. Что было в прошлой? В прошлой журналистика, наверное, тоже позади осталась. Пока, по крайней мере. Может, я к ней еще вернусь, или она ко мне вернется. Посмотрим, как выйдет. Ну, и будем последовательно, что тогда в настоящем? Ай-яй-яй. Музыка и переводы технические и... И художественные. Письменные и устные всякие разные переводы с одного языка на другой. Переводы? А, вот. Я думала, перевод денег может быть. Да, на самом деле. Деньги иногда переводят за ту работу, которую я выполнил. Ну, что ж, друзья, я скажу вам, что Кайт пришел к нам не с пустыми руками. Он принес две замечательные книги, о которых мы сейчас поговорим. И также принес свои музыкальные диски, о которых также мы поговорим. И начнем, наверное, именно с этого. Кайт, как давно ты в музыке? Каким образом ты в нее пришел? Ну, и вообще расскажи про свою рок-н-ролльную жизнь здесь, в Таджикистане. Не я в нее пришел, а она мне себя подарила. Было мне лет 15, двоюродный брат показал мне несколько аккордов на акустической гитаре. Вот. И прежде чем научиться более-менее сносно играть, я начал песни сочинять. Потому что влюблялся периодически в девушек. То есть во главе у главки поэзия? А всегда так у музыкантов, любой нормальный музыкант, который душой не кривит, спроси его, как ты к музыке пришел. Он скажет, я в девочку влюбился, песню решил либо спеть, либо еще с большими амбициями написать. Я не знаю, я хотел бабло большое зарабатывать. Ну, ты более практичный был, а у нас там небольшая разница в возрасте. У нас романтики было больше в то время. Вот так вот и посетила меня музыка с тех пор. То есть первый твой проект, он назывался, напомню, как он назывался, и сколько было выпущено альбомов при существовании вот этого проекта? А там путаница небольшая идет. Этот проект назывался «Звуковая артель». Возник он в 1989 лохматом году. Сообщество единомышленников собралось. Не столько мы даже умели грамотно играть, сколько умели красиво тусоваться и сочинять, и хвастаться друг перед другом в хорошем смысле всякими разными творческими идеями. Вот. И, кстати, вопросик в аудитории. Две пластинчики получит тот, кто ответит, в каком году был записан первый студийный альбом группы «Звуковая артель», участником которой я имел честь быть. И как назывался этот альбом? Интересно, есть у нас среди слушателей? Есть, есть. Эксперты в данной области. Напомним, давайте, Катя, еще раз, что за вопрос? Значит, группа называлась «Звуковая артель». В начале 90-х она существовала. В каком году был записан первый студийный альбом этой группы и как он назывался? Кто ответит на этот вопрос, получит две пластинчики. Одну с моим свежим альбомом, который в этом году выпущен, называется «Блудные дети». Вторая пластинчика – это сборник из моих сольных альбомов, записанных в разное время со «Звуковой артелью» и с джинсовым сообществом. Так называется другой аморфный коллектив, который занимается в основном студийной деятельностью. Сейчас все в недра своей памяти, где, когда это было, я же помню, состоялось там что-то, но... Ну, я думаю, по возможности мы в любом случае нашим слушателям будем помогать, если память будет изменять. Ну, Кать, скажи, а что произошло со «Звуковой артелью» и где сейчас все участники, почему так произошло? Звуковая артель в 1995 году благополучно распалась. У нас был период полураспада с самого начала, потому что менялся количественный и качественный состав группы, потом мы разделились как бы на две подкоманды. Я начал сольные какие-то вещи записывать, мои компаньоны по «Звуковой артели» свои. Два альбома потом выпустили. Ну и в основном все разъехались из артели. Здесь, по-моему, только один. А, есть еще один полноправный член «Звуковой артели» — некто Зураб Кокоев. Легендарная личность. Который, да, он полноправно играл в нашем составе, он с разными коллективами выступал. Он-то нас и записывал, собственно говоря, в то время. И на концерте был нашим барабанщиком запрещенным. Ну, после «Звуковой артели» то есть музыкой ты не прекратил заниматься. И были какие-то другие вот проекты. Есть сейчас вот ныне действующий «Элис и Джинс» называется. Вот расскажи про этот. «Элис и Джинс» — это такой проект любителей древней музыки. Мы исполняем в основном каверы изредка, включая в программу авторские наши произведения, мои в частности. А в основном команда ориентирована на такую клубную рок-н-ролльную музыку. Мы выступаем по различным заведениям, куда позовут, туда и приходим. Мне этот проект жутко нравится тем, что не теряешь чувство реальности и приходится практиковаться. Не приходится, а просто получаешь громадный кайф от того, что с ребятами играешь живую музыку. И каждый раз все это по-разному происходит. Ну вот смотри, Зураб Кукоев, который был тобой упомянут, он всегда говорит, что каверы — это не музыка. Нельзя играть каверы, тем более на публике. То есть можно что-либо для того, чтобы сыграться? Как ты к этому относишься? Ну примерно так же я отношусь, потому что иначе получается имитаторство, как говорит сам Зураб. Мы привносим что-то свое, потому что я же не могу включать вокал, подражать идеально вокалу того или иного знаменитого исполнителя. Вот мы как-то сыгрываемся и программу подбираем таким образом, чтобы она у нас ложилась в русло 70-х, 60-х годов прошлого столетия. Ну а пока вернемся в 2016-й, потому что был у нас звонок, и я так понимаю, что люди уже начинают просыпаться, наконец-таки понимают, о чем мы здесь говорим, и хотят заполучить вашу музыку. Ну давайте хотя бы частицы и крупицы поделимся прямо сейчас. Вы пришли к нам не с пустыми руками, это не только подарки для наших слушателей, но и ваше творчество во всей красе. И первая песня, с которой мы хотели бы ознакомить наших слушателей, это песня, которая называется «Игра». Это такая осенняя песенка, причем она не про унылую осень, а вот про те погожие денечки, которые сейчас стоят и которые скоро закончатся и сменятся дождем и снегом. Ну такая вот песенка «Игра». Ну что ж, послушаем. Игра. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А во-вторых, приходите, я эти пластинки практически бесплатно всем дарю Баха, ты знаешь, уже, по-моему, город наводнен этими пластинками Повторяю эксперимент Ласкового Мая, которые кассеты давали проводникам поездов Которые отправлялись в дальнее следование И потом на протяжении дороги там вот крутились эти вещи Точно так же в городе крутятся мои вещи Это селф-промоушен такой наглый Приходите, пластинки стоят абсолютно недорого, я их сам печатаю А приятно, знаешь, как приятно, потом еще автограф просят Но у меня на самом деле несколько твоих дисков, так что... Я тебе с запасом дарю, чтобы ты потом дарил другим... Перепродарил Девочкам и мальчикам, да, это некоммерчески Нужно мне писать не для продажи на этих дисках На всякий случай, да Но ведь, Кать, не музыка единой, вы живы Вы также в другом творчестве, я имею в виду литературное Ой, литературное творчество Даши Оно тоже не приносит материальных дивидендов А в основном идет самоудовлетворение каких-то творческих амбиций Но и здесь я для кокетства скажу, что я с этим почти завязал Почему? А потому что две книжки вышло, я их очень долго мучительно писал Не без удовольствия Потом принялся за третью Подстегиваемый комплиментами от читательской аудитории И как-то все так получается, что очень много вокруг всякого графоманства Вот дабы не соскользнуть на дорожку графоманскую Я решил все-таки как-то переждать, что-то переварить И может быть третий роман я допишу когда-нибудь На три четверти он дописан Итак, есть первые две книги Город, понедельник и если завтра не будет войны Да, это две книжки просто Потом, когда я от них отошел Прошло там несколько лет Я вернулся, просто перечитал то, что было написано Выпущено, отпечатано Вот сейчас даже как бы покаюсь в прямом эфире Нашел элементы самолюбования И стало мне как-то не очень комфортно Потом я вернулся к третьей книжке посмотрел Там меня уже нет Это уже не автобиографические дела А там главный персонаж это героиня Вот даже как Город, понедельник, о чем книга? О жизни Каждого из нас? О любви То есть, ну я так понимаю, она посвящена нашему любимому городу Душанбай В скобках там написана история джинсового сообщества Это история, сентиментальная история тинейджеров Восьмидесятников Которые влюбляются, которые слушают рок-н-ролл красивый Ну и... А вот сейчас, кстати, насколько рок-н-ролл-то популярен среди жителей Таджикистана Душанбай в частности? А я не знаю, насколько он популярен У нас тоже такой сегмент Наша тусовка, она же отличается очень сильно от основного городского сегмента Нам хорошо и человеку для нормального общения больше там 10 или 20 человек не нужно просто У тебя времени не хватит, чтобы общаться со всеми У нас свои тусовки, у нас свой такой мир В то же время мы не изолированы ни от кого У нас, к сожалению, тоже вот своя есть тусовка, свой мир, который вторгается в реальность Это называется рекламой на Радио Азия Плюс Друзья, не переключайтесь, совсем скоро к вам вернемся Это новое утро на Азия Плюс И оно будет лучше, чем предыдущее Вот знаете, есть такое выражение «сапожник без сапог» Несколько дней назад я наблюдала эту картину Когда человек, который постоянно, вот просто, не знаю, он сросся, по-моему, со своим аппаратом Я имею в виду с фотоаппаратом Делает снимки ежеминутно, ежесекундно А потом выходит на сцену и говорит А меня кто-нибудь хоть раз в жизни сфотографирует? Это я про нашего сегодняшнего гостя Напоминаю, у нас в гостях кайт, музыкант, рок-н-ролльщик, писатель и фотограф в частности И давайте про вот эту сферу поговорим Давайте поговорим про эту сферу Очень правильно Даша обозначила, что фотограф И хорошо, что не обозвала фото художником Это камень в огород тех людей, которые слишком высоко себя позиционируют У меня есть такие коллеги, которые говорят Слушай, куда ты лезешь? Ты еще и в эту фотографию залез Занимайся ты другим каким-нибудь делом Они, может быть, конкуренции просто боятся Да никакой конкуренции Я вот поэтому говорю, что фотография Это самое народное творчество, которое только может быть И для того, чтобы стать фотографом нормальным, бытовым Нужно тремя параметрами играть Это плотность матрицы, диафрагма и выдержка Вот и все И немножко знать законы перспективы, как выстраивается кадр Ну и фотокамеру иметь, наверное И фотокамеру иметь, наверное, да Ну не дешевую, желательно не дешевую Хотя иногда можно и на мобильник все это снять И дарить массу радости друзьям Потому что с моих последних фотосессий Знаете, самый большой комплимент Это когда на аватарку выставляют свой фотоснимок Такой вот таких вот За последние 2-3 недели 5-6 аватар таких Я вот посмотрел у друзей Вы нас с Бахой обычно вместе фотографируете Я так понимаю, у нас будут 2 одинаковые аватарки Если мы решим вас пользоваться А нет, вот Даша, я очень по... Как Штирлиц, сфоткал тебя отдельно А есть остальные Пока батарея не села, я еще это сделаю А я сегодня смотрел фотографии, которые ты выкладывал Уже с прошедшего мероприятия, которое было во вторник И там действительно, Даша, твоих фотографий очень много А меня там практически нет Я не жалуюсь, но меня там практически нет Зато практически твоя физиономия у меня в архиве Вот просто тонны Приди ко мне домой, я тебе дам Ты очень фотогеничный Будешь выставлять аватарки Хоть каждую неделю менять их будешь А как давно вы увлеклись фотографией? Фотографией когда-то я лет с 8, по-моему, увлекался А тогда это все было очень просто Самый дешевый фотоаппарат стоил рублей 8, по-моему Смена назывался А у меня мама когда-то фотографией увлекалась И от нее у меня до сих пор остался фотоаппарат зоркий Это, конечно, не зенит зеркальный Но зоркий тоже был очень неплохой фотоаппарат Потом на какое-то время я этим перестал увлекаться А сейчас техника позволяет Вот эти вот все цифровые зеркальные фотоаппараты Очень хорошие Которые дают практически плакатное качество И радуют людей Но ведь была, наверное, какая-то особая романтика Когда фотографии проявляли Была, да, да, да Это вот темная комната Увеличитель громадный там стоял и так далее Сейчас я почему фотографией занимаюсь? Потому что я свой нереализованный когда-то талант графика Пытаюсь сейчас уплатить в этой фотографии Когда-то очень плотно занимался рисованием А потом бросил А сейчас же это все просто Вот результат моментальный Пленку не надо проявлять Быстренько все это И людей это радует безумно просто Да, я согласен, это удобно Но есть, присутствует во всем вот этом Такой момент, что фотографии получаются Особенно если они обработаны в фотошопе до неузнаваемости Нереалистичные Да, это получается как обман То есть ты обманываешь человека То есть в любом случае Если ты сфоткал, скажем, из кандеркульта Ты его обработал, там, не знаю, сотню фильтров На него наложил, приезжаешь А на деле-то не так Красиво, но уже какое-то разочарование Даша, аккуратнее, аккуратнее Сейчас я про женскую косметику начну говорить Да, это же тоже опасно Это тоже фотошоп, это повседневный фотошоп Который, вот такая обманка Которая везде На тебе нету, но я просто вот К сестрам твоим обращаюсь сейчас Не знаю У меня еще репутация такого антифеминиста Вообще с этим опасно Шутить и в эфире эту тему затрагивать Ой, как опасно Нет, Бах, ты прав, конечно, это Степ Но вот фотошоп главное Чтобы масло в каше было ровно столько Чтобы оно не вытекало из тарелки, как говорится Поэтому фотошоп фотошопу рознь И если, как говорится, ретачнул немножко Есть такое слово, фотографию Добавил какого-то шарма там Ну просто с цветами поиграл А вот бывали такие моменты, когда вот сфотографируете девушку На ваш взгляд, она очень-очень симпатичная Она потом вам пишет какие-то, не знаю, гневные сообщения Зачем вы выложили, вы меня не отретушировали У меня там, не знаю, маршрут Такое бывает крайне редко В основном люди сами Если они снимаются и позволяют себя снимать в общественном месте Они знают, во-первых, это личное знакомство Они знают, что если я выложу на Фейсбук А таких моментов было один или два За вот последний, сколько там, год-два Когда девчонка просто звонила или писала Ой, пожалуйста, уберите эту фотку Я на ней очень грустная Даже так? То есть все веселятся, а я выпала из контента Ну как-то так, да Ну, естественно, я убираю эту фотографию человеку Если не нравится, зачем портить настроение А сам вот, когда при работе с фотографиями Какими программами пользуешься? Или предпочитаешь желательно оставлять фотографии Такими, какими они получились? Нет, вот такими, какие получились Это крайне редко бывает Нет, вот за исключением вот этих вот сейшенов наших Они все не обработаны То есть абсолютно никакой обработки? Это просто репортажная пачка вчера, сколько там 165 снимков, по-моему, закинул А вот уже отдельные работы Ну с ними, с каждой приходится посидеть немножко, подумать Как ее выставить А отдельные работы, это что? Это в основном пейзажи? Нет, это в основном портреты Пейзажи у меня мало Меня обозвали портретным маньяком недавно На одном известном фотосайте Фото.тиджей Вас оскорбило или вам польстило нам? Нет, ну это свои, свои коллеги Кай, а в чем различие между фотографом и фотохудожником? Ребят, на эту тему как-то вот я воздержусь Иначе меня потом заклюют Потому что я же говорю У людей какая-то нездоровая такая, амбициозная Не знаю что Много раз приходилось, слушай, занимайся там Ты слушай там своей музыкой или переводами Не лезь вот на эту Не твое это Или вот почитай сначала, поучись Ну не хочу я учиться Ну а кто им сказал, что они лучшие А вот кто-то им сказал Кто-то как-то себя поставил Вот они сами себя поставили Ну Интернет им судья Наш сегодняшний гость, он против шаблонов И это верно, и это здорово У него это получается А у нас, к сожалению, не получается Избавиться от рекламы на Радио Азия Плюс Поэтому буквально на мгновение мы вас покидаем Оставайтесь с нами Итак, друзья, продолжаем мы тему нашего разговора Сегодня говорим мы о рок-н-ролле Говорим мы о книгах И говорим мы о фотографии Напоминаю, у нас в гостях Кайт Как он себя сам называет Творческий наблюдатель Друзья, напоминаю, что вы можете позвонить по номеру 44-6-107-107 Ответить на один вопрос Всего лишь Как, в каком году и как назывался первый альбом группы Звуковая Артель И будет вам счастье в виде целых двух дисков Вот это вот один вопрос Два, получается, непорядочек Ну, пускай хотя бы на один ответят В каком году был записан первый альбом группы Звуковая Артель Или как назывался этот альбом Можете просто вот пальцем в небо А мы там уже вас подведем Как-нибудь, да Кстати, да, диски на самом деле очень хорошие В машине у меня лежат Слушаем их периодически Ребенок уже знает тексты наизусть Практически Ну, Кать, давай вернемся к фотографии То есть, что нужно Мы разве не все обсудили? Нет, мы еще не все обсудили То есть, вот для начинающего фотографа Какие могут быть рекомендации? То есть, я привык фотографировать только вот на свой телефон Я не понимаю ничего в фотографии Я туда, собственно, и не лезу А вот чем нужно обладать? Помимо того, что ты говорил про матрицу Помимо того, что про выдержку Нужно знания какие-то иметь Что нужно еще? Да я вообще как-то боюсь консультировать кого-то В интернете куча роликов Начиная от фотографий для чайников Заканчивая для продвинутых фотошоперов Ну, это-то да Но когда человек тебе со своей практики рассказывает Что вот это было бы лучше Я вот поступал вот так вот Наверное Существуют курсы Моя дочь вот, например, на такие курсы ходила Правда, она дальше пока не продвинулась Но что-то она знает Как выстраивать кадр Как ручки крутить на фотоаппарате Все это очень просто Масса инструкций существует А потом, если у человека есть желание Если у него есть чувство вот этого вот красивого Которое хочется поймать И запечатлеть и поделиться с другими Он очень быстро научится этому всему Да-да-да У меня был один знакомый Он американец Он тоже фотограф Может быть, ты его знаешь Дэмиан Вомплер его зовут Он здесь в американском посольстве работал И он приходил, как-то делал презентацию по поводу фотографий И рассказывал, что да, существует сейчас огромное количество всяких Лайтрумы Какие-то программы, где можно обработать фотографии И также он показывал свои работы Которые были сняты на пленочный фотоаппарат И даже на Polaroid Причем фотографии эти Ну, да, качество было гораздо ниже Но само то, что он хотел передать Он именно передавал вот этим вот От чего вот это зависит? Во-первых, вот это вот бесконечный спор Я называю это понты Что лучше, там, пленка или цифра Уже давным-давно доказано, что цифра уже может сымитировать любую пленку Хочешь зерна добавить в фотографию? Пожалуйста, фотошоп Помощь Зависит от того, насколько человек поймал какой-то момент Или насколько он попал в этот момент Потому что у нас даже выражение лица каждые несколько секунд меняется И освещение меняется, и все меняется Поймал и получилась красота Вот и все Для этого нужно быть фотоохотником И вот замечать это все Охотник до творческого настроения, по-моему, сегодняшний наш гость Я в это состояние иногда сам себя ввожу, как шаман в какой-то транс Иногда оно само приходит Ну и все А, фотография, честно, вот без кокетства, ребята Это просто офигительное хобби И никаким суперпрофессионалам, тем более фотохудожникам Я себя ни в коем случае не считаю Ну и тогда давай вернемся к книге, которая, вот третий роман твой Который не закончен, к сожалению Когда ты его планируешь закончить? И увидит ли он свет вообще? Да вообще пока не планирую Потому что здесь нужно войти в какие-то вибрации, опять-таки А где это сделать? Что для этого нужно сделать? Может, мы чем-то можем помочь? Зависит отвервать Не бывает такого Это вот когда аппетит приходит, хочется кушать и все Так аппетит приходит во время еды, получается, если вы сейчас сядете за работу Пытался, вот я, к сожалению, отличаюсь от этих вот ремесленников Честно, я очень завидую людям, которые могут заставить себя вот посадить и чего-то написать У меня есть такие знакомые, приятели, которые даже стихи на заказ могут написать Никогда этого не умел Все время приходится ждать чего-то Ну, мадам Муза, эта дама капризная, захотела, пришла, захотела, отчалила Будем надеяться, что она вас все-таки посвятит Да И посетит Это не официантка в ресторане, который его так позвал и сказал, ну-ка, принеси мне вот это вдохновение Кайт, а может быть такое, что вот эта книга, которую ты начал писать То есть там у тебя была одна мысль какая-то, да? Ну, может, не одна, а вот именно идея направления самого романа Может быть такое, что вот по течению долгого времени как-то вот кардинально поменяется направление самой книги, может быть? Может, оно и поменяется Еще одна причина, по которой я пока временно завязал, это вот бурный расцвет вот этих вот социальных сетей Потому что когда пишешь какую-то фундаментальную работу, ты должен сосредоточиться там и собрать все эти мысли в кучу А сейчас эти мысли, которые должны быть в этой книжке, они выплескиваются ежедневно в виде постов на фейсбуке там или еще где-то То же самое с фотографиями Вместо этих фотографий должны быть вот эти мысли в этой книжке, глубокие мысли, оформленные, словесно А они вот как бы распыляются по соцсетям Частички фотографий разлетелись, частички каких-то интересных мыслей тоже А вот что касается музыки, она все-таки комплексно у вас собрана? Музыка комплексно собрана, и сейчас я уже лет как 3-4 года переключился в основном на инструментальную музыку Удобно стало записывать и в автономном режиме, потому что лишь изредка приходится обращаться к коллегам-музыкантам Потому что многоканальная техника позволяет нам записать все пошагово Бах, давай поставим песню, которая, не песню, композицию инструментальную, которая называется «Fake Snake Abracadabra» «Fake Snake Abracadabra» Все кроме партии баса записано, я не хвастаюсь, это просто демонстрация технических возможностей обычной домашней студии Или ее нету пока? Мы сейчас поставим одну из ваших композиций, я не знаю, угадаем мы с этим или нет Но, друзья, слушайте, наслаждайтесь, какая-то в прямом эфире мы еще не будем Можно и другую песенку пока поставить, если у вас этой нету на... Можно, а как вы отнесетесь к песне «Двое»? Отлично, это как раз вот из свежего альбома, который называется «Блудные дети» Слушаем Мы встретимся скоро, не пройдет и полвека Два юных тела, два наивных лица Два разных пола, два человека Два резидента, два беглеца Отмечен уже регион на планете Где достаточно света, где не будет войны Ты будешь студенткой университета А я музыкантом новой волны Перевоплощение будет прощение Прошлых соблазнов, старых грехов Что обещает новым миллениум Музыку кантри с тех берегов Где Нэнси Синатра поет свои мантры «Бэнг, бэнг, мэй, светохарта, мы были так юны» Родивая эти крючки, мы были рехерсинг Брань-нео сенсации Университет Университеты Субтитры создавал DimaTorzok Это новое утро на Азия Плюс, и оно будет лучше, чем предыдущее Но это уже однозначно будет, оно и есть лучше, потому что у нас гость такой замечательный А еще активизируются наши слушатели, которые хотят заполучить все-таки музыку вашу, Кать Доброе утро! Доброе утро! Это Махмуд с нами на связи Да Как настроение у вас? Супер Как вам музыка? Очень понравился, вот хочу, как сказать, нашему гостю такой благодарности сказать И чтобы они всегда радовали своей музыкой и своей творчеством Вот я хотел, как сказать, на память с подписью диск его получить А вы на вопрос ответите, уважаемый Махмуд, в каком году вышел первый альбом Душамбинской группы «Звуковая артель» И желательно еще сказать, как называлась эта работа Ну это, по-моему... Махмуд, вы не переживайте, мы вам поможем А этот вариант есть? А давайте сейчас, Кать, как раз варианты придумает Хорошо, 1985-й, 1990-й и 2000-й Какой вы выбираете? Ну, я думаю, самый близкий год это 2000-й А, нет, это группа, это группа старая, она уже давно не существует, она в 95-м году распалась, эта группа А, это значит, 90-й год, да? Ну вот, получается, что так 90-й год, правильно? А как альбом назывался? Давайте тоже три варианта ответа Альбом назывался «Только два раза» Первый вариант Второй вариант «Спокойной ночи в комендантский час» Третий вариант «Блудные дети» Это третий вариант Нет, Махмуд, сегодня мы говорили о том, что последняя пластинка... В 90-м году, в 90-м году название такое было, что «Спокойной ночи» «Спокойной ночи в комендантский час», мы его и писали тогда Махмуд, а помните, кстати, вот такие времена, когда был комендантский час введен? Да, это как раз 90-й год был Да, был 90-й год Вот, совершенно точно Что ж, Махмуд, мы вас поздравляем, вы становитесь обладателем двух потрясающих дисков от нашего гостя Кайда И с автографами, я так понимаю, да? Да, конечно, конечно Так что, Махмуд, обязательно приходите в гости к нам, забирайте Вы знаете, где мы находимся, поэтому приходите Сегодня вот такие добрые, щедрые, неважно, попали в яблочко, не попали, главное, пообщались Ведь общение — это жизнь Yes, так оно и есть Но, к сожалению, всему приходит свое логическое завершение Время 9.56, наши золотые показывают, приходится прощаться Кайт, я думаю, у вас есть пара приятных слов для наших слушателей И, кстати, нашли мы вашу песню «Фейк Снейк Абра Кадабра» Песня «Инструменталка» Я хотел инструменталку, чтобы послушали мою инструменталку Сейчас послушаем Всем приятного настроения Такого же, как вот эта вот инструментальная композиция Чтобы был бодренький такой денечек у вас у всех Ну и любви, счастья, радости Чтобы жизнь была бодра, добра и бобра вам всем Для вас на протяжении трех часов работы Паха Назербаев и Дарья Христолебова Кайт присоединился к нам с 9 утра И было здорово и весело Вот в таком же ритме Пусть продолжается ваш целый день Услышимся с вами завтра Всем счастливо, всем пока Пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»